всем привет находимся в кисловодске вот этот дом ярошенко 28 здесь у нас мост пошел туда на прудную это гора пикет а мы идем сегодня кабардинское учили здесь недалеко в принципе метров 500 на р храм никольский собор мы идем сюда ни разу там не был один раз пытался в прямом эфире пойти но у нас там интернет пропал и мы вернулись назад примерно знаю дорогу здесь тоже сдаются квартиры в принципе от парка не так далеко 10 минут ходьбы 10-15 минут мостик металлический вот это же наверное есть да кабардинка сейчас посмотрим дальше улица ольховская а это еще ольховка идет там где-то будет кабардинка впадать здесь ремонт дороги что хотят делать здесь какая-то горка маленькая заброшка заброшка интересно не знаю просто там комнаты отдых без всяких перегородок температура выходила из дома плюс 22 было душновато сегодня дождь обещали где-то в час на дорогу здесь вот делся улица ольховская тротуар раскручили сделают нормально пойдемте здесь по еще не раскрученному тротуару здесь такие мини-водопадики здесь такие мини-водопадики все-таки Так, вот здесь мост какой-то. А вот это, наверное, и есть кабардинка, да? Это и есть кабардинка. Попадает в Ольховку. Значит, нам надо сюда. Надо вдоль реки кабардинка идти, а не Ольховка. Так что сюда повернем, наверное. Так, Ольховская 34 вот эта. Машин так много здесь. Это называется переулок крестьянский. Вот мы по нему идем. Вот этот 4А. Смотрите, мостик и домик там жилой. Через кабардинку. Ну, такая небольшая речушка. Мини-детская площадка с качелями. Турник. Посмотрим, как у нас выглядит кабардинское ущелье. Видите, как к каждому дому свой мостик. Как будто на березовка идем, да? Там какое-то предприятие даже за мостом. Все равно, что наковато. Как будто не 22, а 27 где-нибудь. Ощущается. Смотрите, какой домик заброшенный. Заброшка, вот. По подвору. Запах такой заброшки. Горел дожил-то. Кубчик опять. Подкопченные стены. В принципе, здесь место-то неплохое такое. Не будем заходить. Правота выдернули. Кстати, вот газ был. К газу даже подключен был. Такая заброшка. Идем дальше. Там у нас кабардинка. В принципе, от центра не так далеко. Такое же расстояние, как, наверное. Даже березовская чуть подальше, наверное, начинается. Получается, если идти от курортного бульвара, ну, от колоннады, если, допустим. Вот дом такой большой здесь. У нас тоже сдается. Еще один мостик. Переул Креул Крестьянский, 13. Там тоже он живой домой, многоквартирный, видимо. Ну, теперь все. Домов, наверное, не будет больше дальше. Машина едет там. Сейчас пропустим. Тихо здесь высота какая. Туда упасть мало не покажется. Смотрите, какой полукруглый интересный дом. Здесь он, заградили, сетки, что-то неподглядываленное. Что-то разворачиваться. Или останавливаться. Ну, что, таких коттеджей есть. Вот, наверное, последний дом, прям. Больше не будет. Здрасте. Дома, стропинка здесь. Тропинка идет туда. Вот последний дом. Сарай. Вот отсюда, наверное, стартует, как бы. В Бординское ущелье. Не, хай, что-то забыл от клещей. Брызгалку. Тут орех. Вот здесь я уже не был. До сюда мы, по-моему, доходили. У нас здесь интернет пропал. С трубой какая-то доброводная, что ли? Смотрите, а луча. Еще зеленая. Через месяц, наверное, нормально будет уже. Там у нас скала. Не видно за деревья. Здесь еще один ручеек вот впадает в Кабардинку. Небольшой такой ручеек здесь. Там не видно, короче, вот слышно только. Да, интересно здесь. Вот кто снимает там в районе улицы Гагарина, там Верошенко. Возле храма. Вот можно с вас ходить. Прямо рядом, недалеко. Так, крапива. С крапивой аккуратно. Слышу какие-то голоса спереди. Здесь, как бы, здесь скала и здесь скала. метров, наверное. Ну, как трехэтажный дом, наверное, четырех. А там речушка. Камби здесь скатились. Тут еще ручеек какой-то впадает. Небольшой. Да. Хорошо, я на велике не поехал. Еще думал, на велике, что ли, поехал. Трудновато с ним было бы. Смотрите, какая красота открывается. Там он березы, по-моему. Еще мучий. Что-то какой-то пластиковый набалдажник какой-то стоит. Не пойму, что. Как подкрылок от машины как будто. Вот здесь тропинка расходится. Она вверх пошла, сюда вниз. Мы выбираем пониже. Смотрите, там как интересно, кто пустится. Нормальное место, да? Прикольно. Смотрите, когда дождь, уровень воды большой был. Вон мусор, короче, на ветке отцеплял. Считай, на метр выше, наверное, уровень был. После дождей. Интересная вещь. Вода чистая, чистая. Так, идем дальше. Здесь вообще мало людей. Мало кто знает. В основном все Валиконовское и Березовское ходят. Так же, как и я, только там был. Здесь я не был. Те, как бы, более популярные места. Цветов сколько. Вот это вот река Кабардинга, габардинка. Она ведет к тому самому большому водопаду, по-моему, Ставропольского края. По-моему, как раз эта река и есть. Но это очень далеко идти. Мы сегодня туда не дойдем. Я даже дорог туда не знаю. Красота. Напишите кто-нибудь. А Лыча тоже посаженная везде. Или она сама выросла. У нас очень много таких деревьев. Заскупаться, кстати, вот прямо сейчас в самый раз бы. Жарко. Идем также по тропинке, которая у нас пониже была. Ну что-то. Там, наверное, еще какая-то тропа есть, я думаю, повыше. Развилка же была. Одна правее, слава, другая ниже, левее, по которой мы сейчас идем. Но здесь, конечно, не такой бурный поток, как в Аликоновке, в Березовке. Мусор сколько нанесло. Там, конечно, вверх по реке есть какие-то населенные пункты, видимо. Вот от них этот мусор и нанесло, скорее всего. Или так тоже туристы пооставляют. Яблоки, смотрите, какие мелкие. Дичка. Кисляк, наверное, будет. Еще не поспели. Они, по-моему, больше и не вырастут. Чуть крупнее черешни. А здесь тоже прикольное место. Красивое, да? Вот мусор на несколько. Ну вот, наверное, поток воды еще с берегов собрал. Кое-какой мусор здесь тоже. Туристы понаставляли. Пакеты всякие, бутылки. Так, вот сюда спуститься, да? А как здесь не спуститься? Футбольный крутой обрыв. Уйдем быстро по вверху. Можно, конечно, спуститься, да? В принципе, я отсюда все хорошо видно. Поток воды становится все меньше. Там, видать, пару речек-то мы этих ручейков прошли, впадающих. Теперь здесь поток поменьше стал. Пользяется какая-то развилка, да? А, нет. Оттуда тоже ручеек, он какой-то, впадает. Еще один перекресток-рек, небольшой. Тоже много чипреца. Чипрец. Душица. Здесь можно набрать проживание. Такая глыба здесь стоит. Интересная. Вот это окна, вид, чисто это. Ну, дождя давно не было. Сегодня вот после дождя, наверное, будет опять бурный потоп. Здесь, конечно, дождь сезар будет, но обещают. И судя по воздуху, что-то должно пройти. Здесь можно, в принципе, перепрыгнуть или по той стороне пойти. Так что сделаешь? Нам ради разнообразия. Перепригуем. Тропинка вот уже такая, понимая. Тонар потом дальше выше будет, выше и выше будет скалы. Короче, аналог березовского щеля, только как бы все поменьше. В уменьшенных размерах, так сказать. Но это пока, может быть, там вот будет уже такие же размеры. Вот здесь тропинка. В общем, нам на ту сторону все равно так и так надо. Вот здесь. Ключится жатся. Кракью. Много всяких трав, которых я даже еще пока не знаю. В воду по трубочку. В воду по трубочкам. Блин, холодная. Наверное, чуть меньше 20 градусов. Может быть, около 20 градусов. Но в Аликонска этот раз мы ходили. Месяц, наверное, еще не прошел, да? Там прям вообще ледяная вода была. Прям лед, наверное, меньше 10 градусов. Ну, сейчас уже, в принципе-то, теплые дни уже подогрели. Вот, наверное, тоже сейчас так листов. Может, был бы прям по воде пойти, да? Была бы у меня обувь подходящая. Вот, смотри, появился наш. Все показываю, как есть. Вот, тропинка. Все показываю, как есть. Ничего не скрываю. Ничего не расхваливаю так сильно. Может быть, искупаться, кстати. Так сказать, подсмыть. Березы, как мы выросли. Здесь что такое? Опылзень, по-моему, сошел, да? Смотрите. Вот здесь он был. И вот сошел. И вот здесь тоже вот упалзень был. Сейчас вылезло сообщение, перегрев устройства. Все остановилось. Не только мне жарко, но и... Телефону тоже жарко. Перегрелось даже. Первый раз мне такое сообщение вылезло. Видимо, действительно жарко. Сейчас минуту три отдохнули, вот идем дальше. Вот начинается красота. Здесь. В принципе, продолжается, можно сказать. Будем, короче, минут пять снимать. Минут пять отдыхать. Тут перегрев, это плохая вещь. Да, сколько вот у нас этот дождь был хороший. Ливни прошли. Смотрите, сколько мусора принес. Вот, профильтровалась река. В город не ушло, все здесь осталось. Вода сама себя очищает. Все чище и чище. А здесь, смотрите, сколько мусора. Сколько бутылок властиковых. Так, и вы прыгнули на эту сторону. Я вот смотрю, здесь глубокое место. Можно здесь искупаться. Как раз было бы, наверное, неплохо. Сейчас попробуем. Плавки опять забыл взять. Даже не подумал, правильно. Сейчас попробуем. Во всех куполсях. В Валиконовском, Беловском, Скобардинском, Левском. Лив, кого я для меня любит насекомый? Идут. Блин, градусах, наверное, 18. Больше. Фух. 18 градусах, наверное. Холодный. Вот, в общем. Искупались. Прям бодрычком стал. Перезагрузился. Набрал энергии реки. Побольше себе. Теперь прям легко стало. Смотрите, какие там водомеры, что ли. Я сейчас их раскугил. В теньке здесь. В прохладном месте, в общем. И живут. Идем дальше. Может, по этой стороне пойти? Нет, надо было все-таки по той стороне. Здесь не пройду. Ладно, сейчас здесь перепрыгнем. Повыше давайте поднимемся. Там, где тропинка, должна быть. А там вон грудь, наверное, небольшой. Не видно. Сейчас идем здесь тоже. Такая большая ива. Кусок со скалы прилетел. Так, где идти? Там, вон там тропинка у нас на ту сторону переходит. А вот здесь тоже немножко глубокое место. Можно было здесь купаться тоже. Там еще много таких, наверное, сдуть. Скальные здесь такие породы. Газковольт найдет. Лэп. Так, здесь перепрыгнешь. Да нет, или здесь? Ладно, здесь пойдем. Эх, вот тропинка. Здесь пройдем и интересный пройдем. Здесь прям такой тротуар природный. По той тропе, да? С птицами ждут. А может здесь интереснее будет? Фундук вот растет. Только орехов не видно. А, есть ли оно? Посмотрите, орех. Еще не поспел. Отстепился. А, вот тропинка есть. Да, мусор, конечно. Какой-то запах здесь неприятный. Мы, кстати, к нему приближаемся. К этому запаху. Фуф. Вот он, наверное. Вот он. Корова или бычок. Ух, не хочу пройти. На ту сторону надо перепрыгнуть. Перепрыгнем? Перепрыгнули. Останки какого-то животного. Останки какого-то животного. Останки какого-то животного. Это обычное явление. Просто ливни прошли. Останки какого-то животного. Орехи там, орел парит. Но вам не видно будет. на там скала скала поэтому там уже не пройдет как стена уже смотрите как и наверно весная скала прикольно да это вода так размыло за миллионы лет так что-то стекает сверху так же большую паузу сделан из прохладников минут пять посидели отдохнули я думаю здесь вот надо идти здесь прохладнее будет чем там по склону не столько не что за смотри вот эти лианы какие-то с колючками цепляются за одежду вон висят как веревки здесь конечно здесь убирать надо все вот это вот нанесло это все подождем вроде нет шершавые таги ай правда под моим весом на кренился там один старт когда ты рыбу была порой какая-нибудь хотя в основном березовская валиконовская порой была под кумпе смотрите цвет коровьи так как нам пройти опять на ту сторону то на одну и то на другой стороне придется идти так как это вишня валяется здесь вишня что не вижу а карьеры яблоки держи за горы там снимать нормально здесь тоже такая заплуда небольшая вон тропинка хорошая с мы по ней пойдем запах навоза чувствую ну что будет сверху они здесь вот смотрите эту тропинку коровы протоптали здесь прям видно сколько следов их интерес прохладник удичь на этом месте листья не дают не дают прохладе уходить сдерживают здесь немного плюс еще считай как ущелье все в навоз наступил смотрите какой мох зеленый так а маленькие водопадики начинаются сейчас мы перепрыгнем сейчас мы перепрыгнем вот здесь наверное вода теплая будет а здесь стоячка там даже какие-то насекомые завелись перепрыгиваем полтора метра нет метра два наверное прыгнули тропинка сюда пошла где-то здесь сколько навоза прям понос какой-то был коровы здесь такие прям джунгли и недалеко от центра города все прям какие-то фундук фундук да может орехов мало мало орешков лощина 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 что называется лесной орех или лещ лещина да я уже не помню как правило нет а там водопадик никакой мимо прошли даже не посмотрели это другой не тот который там сейчас я показываю визу тоже искупаться нормально я прям с метра на аэра глубина так интересно как же мне дальше идти развиваться сейчас по камням день попробуй ветках я ход под ней лучше сверху пройти вот такая скала а вот здесь вот надо прыгать видимо когда сильный ливень был тут и деревья некоторые дожил снесло снесло смотрите нахожу нахуй чуть-чуть не руку отсюда на пекаре да? от на этот я сделал правильный выбор не зря я сюда пошел мне понравилось здесь только конечно картину портит вот этот мусор который нанесло вот смотри под крылок да? от восьмерка-девятка скорее всего там населенный пункт какой-то наверное выше по реке и воды все меньше и меньше поток воды снижается туда вверх тропа пошла ну пойдем по тропе наверх прям такие ступеньки скалистые прям создана здесь природа чтобы к туристам ходить природные ступеньки вода лес то есть растительность так паузы сделать надо смотрите здесь красота какая открывается чуть выше поднялись сейчас еще выше поднимемся вот там лошадка пасется или коровы не вижу далеко больно там у нас внизу кабардинка осталась красота интересно а мы может быть назад по горе пойти вон там прямо поверху да? чтобы не повторяться я в принципе хотел назад дорогу то не снимать но если мы другой дорогой пойдем то почему бы не снять смотрите молоденькие сосны ихо там дом какой-то дом на горе наверное даче там не интересно мы там интересные места не пропускаем возле реки ее здесь не видно под зарослями прям высоко поднялись на уровне третьего этажа от реки я имею ввиду тропинка все выше и выше идет здесь мы уже по-любому не спустимся тут прям обрыв крутой будем идти как тропинка нас ведет вот она у нас тропинка такой запах травы здесь разнотравим вон еще дома появились там на горе боярышник растет фундук растет здесь тоже ну-ка вот он маленький еще так горит еще расти и расти месяц наверное полтора некого вообще не встретил ни души после этого видео наверное людей больше будет здесь запинку уже как бы заканчивается скоро и вообще не будет и мы куда-то придем в дебряки наверно внизу вижу кусок скалы их это такая скала интересная может спуститься туда попробовать блин здесь круто больно уже там где полегче будет сейчас вот здесь мне кажется полегче будет хититься может быть и нет а вот тропинка смотрите тропинку здесь есть их как здесь темно вообще прям потемки интересный смотри прохладника здесь так это какой-то камнепад он был отсюда смотрите какие там корни деревьев здесь стена прям прямая сейчас вот здесь я хочу посмотреть интересным там прям скала такая как козырек и там тоже ну-ка нету надо спуститься обязательно смотрите там как прикольно сейчас все покажу вот он там не видно было такое эпичное место наверное самое эпичное место здесь правда здесь спускаться вот как-то тяжело по вот так вот сейчас спустимся покажу что мне не знаю поднимусь здесь не поднимусь так паутина сто лет никто не спустался как здесь прикольно смотрите там прям тоннель тоннель там вот это да так здесь конечно на корячках 20 птицы там поют какие-то смотрите как здесь крошится этот стола вот эти вот все на раз от скалы выкрашивалась выкрашивание есть пульска еще не помню там кто то есть там кто то есть тоннели смотрите то есть там и и и и и и и и